Доброе утро! Все аспекты этой темы сегодня разберем с нашим утренним гостем Антоном Столбовым, начальником управления водных ресурсов Министерства природных ресурсов Пермского края. Доброе утро, Антон Вячеславович! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, вообще по вашему опыту наблюдений, как часто встречается подобное, когда незаконно перегораживают участок, прилегающий к речке или к озеру, к пруду, и говорят, это мое? Ну, действительно, эта проблема очень на сегодняшний день актуальна. Пермский край здесь также в лидерах, так как у нас довольно много водных объектов по территории края проходит, и очень часто поступают обращения жителей на то, что доступ к водному объекту отсутствует. На сегодняшний день есть в водном кодексе в статье 6 четкое определение, что граждане имеют право бесплатно и в любое время находиться у водного объекта и им пользоваться. Любого водного объекта? Да, вне зависимости от протяженности и других критериев любого водного объекта. Ширина береговой полосы составляет 20 метров, которая должна быть по всей ее длине свободна. То есть гражданин может и должен попадать к водному объекту в 20-метровую полосу водного объекта. Скажите, пожалуйста, а как тогда быть, например, частный пирс? Мы наблюдаем частную закрытую зону, например, у яхт-клуба. У нас он не один, как известно. Что с этим делать? То есть на сегодняшний день, когда люди выявляют такие факты, пишут обращения, данная тема находится в компетенции реки, которые в границах Пермского края и длиной менее 10 километров. Это компетенция Государственной инспекции по экологии и правдопользованию Пермского края, большие крупные водные объекты, Кама, Река, Чусовая и Силва. Это компетенция Управления Роспроднадзора по Пермскому краю. Поступают обращения, сотрудники выезжают, фиксируют, что доступ к береговой полосе закрыт. Составляются документы и предусмотрены кодексом об административных правонарушениях, статья 8.12.1, о том, что ограничение свободного доступа гражданам к водному объекту, где на физическое лицо предусмотрена административная ответственность от 3 тысяч до 5, на юридическое от 200 тысяч до 300. Штрафы серьезные, а насколько реагируют на них владельцы, ну вот скажем так, я думаю, что даже не маленького домика у речки, а каких-то крупных комплексов гостевых? Конечно, возникают сложности с тем, чтобы потом этот забор обязать собственника этого забора демонтировать. Конечно, идут на это они неохотно, но тем не менее, все-таки размер штрафа и по результатам привлечения к ответственности, несомненно, будут выданы предписания об устранении этих нарушений. И все равно, так или иначе, собственники со временем демонтируют часть забора, которая все-таки должна быть 20-метровая свободная полоса. Вот мне кажется, слово «временем» здесь ключевое. Вообще интересно, как долго рассматриваются эти дела, учитывая загруженность судов? И как, скажем так, насколько распространяется срок реакции на решение суда? Конечно, вот видите, сейчас начался сезон, и количество обращений по данному направлению в разы выросло. Люди начали выезжать на природу, выезжать к водным объектам в такую жару, и везде фиксируют то, что не везде можно подобраться. Поэтому это сотни обращений поступает. Инспектора, конечно, очень сильно загружены, но тем не менее, стараются выехать по каждому поводу, зафиксировать, и где-то в течение месяца отработать обращение, и уже лицо виновное установить, привлечь к административной ответственности, и выдать предписание об устранении данных нарушений. Вы это держите на контроле, я правильно понимаю? Да. То есть все равно есть какой-то, видимо, перечень, что потом туда выезжают и проверяют, убрали, не убрали? Да, конечно, все это фиксируются, сроки, и потом инспектор выезжает и отслеживает исполнение данного предписания, иначе его с контроля будет не снять. То есть без того, что он зафиксировал, было ли устранено оно или нет. Есть злостные нарушители? Есть, конечно, организации и жители. Конечно, штраф в 3-5 тысяч не всегда действенная мера. То есть проще иногда заплатить штраф один раз, два, три, чем демонтировать. Бывают даже капитальные заборы, которые установлены из кирпича, то есть довольно капитальное строение. На века? На века. На века, да. Поэтому, конечно, штраф несоразмерен с тем, какие средства необходимо затратить на демонтаж этого забора. Поэтому обращаемся в суд с понуждением. Суды рассматривают, возможно, обязывают с демонтажом данных объектов собственников убрать. Антон Вячеславович, скажите, пожалуйста, а есть ли возможность, например, на законных основаниях в аренду взять участок этого берега и платить и пользоваться им в своих целях? Вы понимаете, водные объекты у нас все в федеральной собственности. Можно взять часть водного объекта в пользование для стоянки судов, для отстоя судов, для организации какой-то базы. Водный объект можно взять в пользование. То есть все-таки база отдыха может на законных основаниях занимать часть берега, взяв его в аренду? Водный объект. А, ну да, да. Разместить на водном объекте какие-то элементы своего там отдыха рекреационных. Береговая полоса должна оставаться свободна. Как бы то ни было. Как бы там ни было, береговая полоса, 20-метровая, она должна быть свободна. Поэтому сейчас сталкиваемся. Конечно, здесь есть некая противоречия от того, что граждане говорят, что мы свое имущество должны огораживать, что это там кто-то, третьи лица не ходили вдоль берега и не заходили на наш участок. Таким образом надо выстраивать забор, освободив 20-метровую полосу, чтобы любой гражданин мог попасть к водному объекту и беспрепятственно в нем им пользоваться. Спасибо, Антон Вячеславович, за ваши подробные разъяснения. Отличного вам дня и поменьше злостных нарушителей, конечно, в вашей работе. Спасибо большое. Вам, уважаемый, напоминаю, что в гостях у нас был Антон Столбов, начальник управления водных ресурсов Министерства природных ресурсов Пермского края. Не можете попасть к речке. Жалуйтесь, вам помогут.